всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня мы вместе с вами будем точнее я вместе с вами будем убираться на кухне на моей будет приборка такая небольшая я не скажу что у меня сильно какой-то бардак нет но я хочу помыть столешницу и помыть фартук с одной и с другой стороны кухня у меня стоит по одной и по второй стенке прежде чем мы с вами начнем убираться точнее я начну эти смотреть и возможно вдохновитесь тоже на какую-то уборку вы мне пишите о том что я снимала уборку даже такую легкую как я люблю потому что я на самом деле люблю убираться так найти быстренько чтобы вот в общем люблю поддерживать чистоту одним словом правда я себя делала белую футболку но это наверное знаете такое вот что-то светлое дело хочется еще чистоты в доме так мне такое освещение ужасно вот так вот у меня видно лучше но прежде чем мы начнем я хочу показать вам свои во первых свой заказ faberlic он мне такой небольшой но но все нужное все по делу вот и также и я обещала снять как я буду готовить королевский пирог я назвала это видео закупках продукта с ленты но на самом деле это не пирог это ватрушка то есть в оригинальном рецепте название идет королевский королевская ватрушка я бы назвала это королевской запеканкой если вы любите творожные запеканки всякие разные скажем так проявления то я очень советую сделать по этому рецепту делается несложно делается быстро получается безумно вкусно я положила меньше сахара чем там рецепте написано потому что прочитала комментарии . читала сам рецепт я прочитала в комментариях что слишком много сахара что получается слишком она сладкая наверное и также я в комментариях к этому рецепту прочитала что некоторые в сам творог до добавляют какие-то цукаты или изюм или что-то такое и сверху уже на готовый пирог можно посыпать тертый тертым грецким орехом или любым другим орешком который вам нравится ну как тертым измельченным да вот но я сделала оригинальный без всех вот этих добавок и мне кажется если вы будете добавлять цукаты и брать такое же количество сахара как в рецепте этот рецепт я напишу внизу в комментариях то получится да действительно слишком сладко сахара я брала немного и получилось не очень сладко но моим очень понравилось и я спросила у своих нужно ли было добавлять больше сахара мне все форм сказали что нет ни в коем случае не нужно так что вот сахаром посмотрите как как будет в общем давайте сейчас сначала все покажу а потом мы с вами будем убираться давайте начнем вначале по мелочи заказала я вот такой кондиционер но кондиционеров и берлик вообще супер я не знаю лучше и реально не встречала тимуля за такую стоимость по крайней мере артикул 11037 и вот этот вот розовенький он самый больше всего мне нравится не знаю почему и аромат как-то приятнее ну не не знаю вот этот розовый но мне кстати много писала кто же писали кто что именно розовый вот этот нравится также я взяла два вот таких водных освежителя воздуха боже как они вкусно пахнут вот этот пахнет какими-то ягодками такими очень вкусно а вот этот вот пахнет дынькой вот у меня как раз два туалета на первом на втором этаже я купила очень очень прям вкусно ароматно пахнут так также взяла себе вот такие они там что-то были по акции 2 по цене одной по моему ли что-то в этом духе вот такие губки ластики я их не использую на кухне то есть не мой им не даже ну это я так понимаю меланиновые забыла артикулы сказать 11233 и 11332 но я вам артикул еще пропишу внизу в инфобоксе а вот эти вот губки 11042 взяла вот такие вот я обычно там фасады мою какие-то вообще загрязнения на стенках и так далее я раньше заказывалась кита решила попробовать сейчас от faberlic вот такие и наконец-таки девочки вот мне писали по поводу ну такой шапочки по которой одевается чтобы маслица лучше лучше питала волосы и я там увидела вот такую как это называется повязку чтобы делать маски наконец-то я ее себе купила я не хочу никакие там с ушками так далее хотя люблю всякие няшности но как-то не захотела поэтому я взяла всего такую простенькую беленькую но наконец-таки сколько лет я пыталась себе что-то купить и все время не было жалко денег в общем решила взять решила больше не жалеть так маме я взяла нижнее белье это новое нижнее белье поэтому я решила вам показать она маме очень сильно нравится кстати артикулу эти повязки 11 575 маме очень помните я заказывала ей такое бежевое в этот раз заказала вот такое розовенькое и там была розовая и по моему бордовая мама решила что и нужно розовое на самом деле большие размеры я так понимаю разбирают и правильно потому что очень удобно сделаны именно для больших размеров вот эти вот широкие лямки ну просто супер и вот эти вот косточки несмотря на то что это косточки да они маме вообще не натирают то есть для девушек с большой с большими объемами верхнем я прям очень советую нижнее белье она симпатичная хотел еще низко этого белья взять для мамы но но к сожалению не за не было маминого размера только маленькие размеры поэтому вот взяла вот такой так что маме мама вообще просто в восторге от белья потом возьму маме еще какой-нибудь более темный кстати темный маминого размера ну по крайней мере когда я заказывала не было в наличии и сыночку своему в школу я взяла вот такие брюки я вам тоже артикул оставлю внизу инфобоксе много было отзывов о том что эти брюки это в школу ходить да эти брюки идут на худеньких деток да действительно на худеньких деток идут вот по этой части если судить и они я бы не сказала что они облегают но я сам ему сыночку взяла на размер больше они его по длине великоваты но это не проблема мы все тут обрежем мама у меня обычно вот мама мне обрежет подогнет ему все и они тоненькие видите прям тоненькие тоненькие такие хлопочек темно-синие со стрелочками школа будет ходить очень классно вот эти тонкие брюки ходить сейчас и зимой под знаете такие шуршащие штаны которые как куртка я не помню как они называются утепленные такие знаете потому что в школе жарко на улице холодно это будет прям самое новую общем сыночку купила вот такие брюки мне еще рекомендовали девочки купить футболки полосы ну там на футболке пола они идут с эмблемой нам такую школу нельзя поэтому купила просто брюки но качество очень классно они прямо-таки мягенькие немножко тянутся то есть ну класс классные брюки единственное что да на худеньких деток то что вы такой вот у меня был заказик в этот раз небольшой и так сейчас буду делать королевскую ватрушку я оригинальный рецепт напишу в комментариях то есть ингредиенты какие нужны в оригинальном рецепте но так как у меня форма достаточно большая я уже поняла что мне нужно делать больше практически в два раза начинку я сделаю чуть-чуть побольше значит по оригинальному рецепту нужно 500 грамм творога то есть две пачки я возьму три пачки творога и в оригинальном рецепте нужно 4 яйца я возьму 6 так как на пачку больше также в оригинальном рецепте стакан сахара но я наверное стакан сахара и возьму потому что мне кажется будет очень сладко и ванилин ванилин на кончике ножа но я чуть-чуть побольше сделаю значит для начала нужно творог смешать с яйцами и потом уже добавить ванилин и сахар смешивать обычным блендером сейчас я это и буду делать то есть 1 я вначале делаю начинку так вот такая вот начинка у нас получается и сейчас будем делать тесто тесто по рецепту нужно 200 грамм сливочного масла или маргарина у меня получается 250 и вот здесь вот еще 150 то есть у меня получается 400 грамм стакан муки стакан сахара и по рецепту три стакана муки но я положу 4 наверное с половинкой значит маргарин натирается на крупной терке сейчас буду натирать и потом смешивать со всеми ингредиентами и вручную вымешивать чтобы получилась такая крошка и так вот замесила получается у нас вот такое рассыпчатое тесто крошечкой и я не застал или нет маргарин нужно прежде положить в морозилку чтобы можно было хорошенечко натереть в итоге получается на эту крошку у меня ушло 6 стаканов муки вот у меня такой большой достаточно противень который я тоже смазал остаточками небольшими маргарина и сейчас буду выкладывать крошку так еще чтобы прикрепить на бортики и потом выливать начинку и сверху снова посыпать крошка и так вот такая вот такая вот история у нас получается вот я бортик немножечко просто сделала вот так вот загнула то есть вот эта часть по краям у меня получается будет потолще вот такой огромный противень получился и будем ставить в разогретую духовку при температуре 180 градусов на 40 минут и вот такая вот ватрушка у нас получается вот так вот она выглядит очень вкусненько сейчас будем пить чай так что вот такая вот у меня получилось я бы назвала это все-таки запеканка она выглядит как запеканка нежели ватрушка потому что ватрушка в моем понимании это булочка с творогом вот так вот ну но в общем будем называть ватрушкой как в оригинальном рецепте и так сейчас мы с вами будем убираться значит столешницу и фартук и наверное еще плиту помою хотя она чистая ну по мой тоже да раз уж раз уж такая история вот я буду мыть вот этим средством от faberlic концентрированное универсальное средство и уже я кстати мой пол мне безумно нравится особенно кафельную плитку умоет вообще просто на ура ламинат у нас на втором этаже мой без разводов единственное что мне одна девушка как-то написала что это средство ужасно пахнет ну я бы не сказала что у него какой-то вот то есть я нюхаю нормально какой-то супер такой знаете негативный аромат я бы так не сказала такой конечно не ну какие-то цитрусовые есть здесь но я бы не сказала что он прямо так вот прям воняет невозможно нет даже этот аромат он и вот когда моете пол например он очень быстро выветривается то есть он такой вот ну какой-то ненавязчивый ну такой я не знаю по мне так нормальный аромат конечно если вы любите знаете так помыли пол и прямо что пахло или мяткой или лимончиком какой-то свежестью то тогда конечно это нет но мне аромат все равно мне нравится именно само действие потому что кафельная плитка особенно на кухне вот просто до блеска с первого раза даже тереть ничего не нужно это просто классно и я буду мыть артикул у него 11 218 вот так же хочу сразу сказать меня просили снять обзор на мою кухню то есть рассказать вообще все 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 про мою кухню шкафчики показать и так далее и тому подобное но меня вы просили сделать это вместе с моей мамой я чтобы так сказать две хозяйки сказали свое мнение вообще с вами очень довольны своей кухни единственный один минус который я могу назвать это то что нижние фасады то есть наверху у меня так скажем так у меня три вида фасадов одни вот такие да это как бы матовое стекло наверху с другой стороны белые а внизу они серые и глянцевые вот вы должны понимать что такое глянцевые фасады это все вот пятна еще имея собаку которая прислоняется постоянно к этим фасадом конечно дети да все вы все вся грязь вот она остается заляпанная все вот это но с другой стороны я чаще мою может быть это и плюс потому что все таки на мой взгляд на кухне должна быть всегда чисто вот ну вот вот как то так не знаю но вот это вот единственный минус который я могу сказать и также по поводу вот этих вот одна девушка у меня спрашивала она оказывается дважды мне задавала вопрос к сожалению я забыла ник этой девушки по поводу вас вот этой панели и столешницы панель это мдр столешницы тоже мдр я сейчас переверну покажу вам с другой стороны что и так вот с этой стороны я тут еще не убиралась показываю все как она есть у нас находится плитка мы просто переделывали в свое время кухню и поэтому у нас получилось то есть она у нас была вначале только по одной стороне потом мы еще поставили по другой стороне на общем это долгая история это я все расскажу когда буду снимать обзор на кухню когда мама приедет и не мы с ней вместе вот все уже от с ними то есть выйти да у меня эти фасады белые эти серые с одной стороны они выглядят классно давить отражается пол так вот все симпатичненько но конечно разводы пятна на ней заметны на этих фасадах причем очень сильно то есть их нужно их я мой намного чаще чем вот эти вот так вот вот и вот с этой стороны а у нас получается нет такого фарту как потому что когда мы переделывали эту кухню может ту плитку не нашли даже я хотела знаете вот такую похожую думал нам может просто белые вот такие кирпичики но вот оно было вот похоже но никто знаете вот кардинально отличалась по виду поэтому муж предложил мне в цвет столешницы поставить вот такую этот панель она по-моему приклеивалась или прикручивалась я уже не помню но это мдф панель влагостойкая все дела в общем ходу столешницы вот ведь мне надо намыть это тоже мдф и вот это все это сделано как бы под такое натуральное беленое как это беленое дерево до беленый дуб или как называется я не знаю вот я его сейчас кстати буду намывать со временем он не пожелтел но остаются вот какие-то пятна не знаю на камеру они видно или нет но вот у меня сейчас здесь вот такое желтое пятно которое я как раз буду мыть этим средством тоже вот плитка грязная вот это тоже надо брать принципе нам нравится хорошего но выглядит так симпатично и вот это столешница очень на мой взгляд подходит вот к этой плитки с этой стороны я потом думала как-то сделать какой-то перекличку с той плиткой которая у меня есть в общем как-то что-то изменить переделать ну в итоге ничего у меня так сказать не вышло потому что хотела дума какие-то цветочки такие в икеи знаете тоже вот на таких горшочках здесь но искусственное сделать вот ну вот как то вот ничего такого не нашла подходящего потом вообще забила и решила что вот когда я буду когда-нибудь вновь переделывать кухню такой может быть будет ну по крайней мере может быть фасады буду переделывать не знаю но это будет крайне не скоро вот я что-то уже тут изменю но пока выглядит все вот так и кстати здесь у меня это мы вчера сможем ходили за грибами здесь у меня отмачиваются горькушки вот их целое тут ведро вот сейчас тоже солью воду отсюда потому что воду нужно менять двое суток они у меня мочатся но вот я уже известно что не снимала мне кажется я надоела всем своими грибами своими походами в лес на я обожаю просто кайфую я не знаю это просто какой-то кайф ходить по лесу собирать грибы ненавижу их чистить ненавижу их обрабатывать собирать обожаю могу притащить и вот вообще все все грибы вот так что он так что давайте собираться а Смотрите продолжение в следующей серии. Итак, ну что, я все намыла. Сейчас еще брошу, у меня достирается одно белье, брошу кухонное полотенце в белье. В стирку я имею ввиду плиту. Я не стала сейчас мыть, потому что нужно будет еще готовить. Я после приготовления помою. На самом деле на камеру ничего не изменилось. Но да, все на самом деле чистенько. Здесь вот капли были, все намыло. И здесь вот тоже все уже чистенько и нет уже никаких пятен. Вот. Так что вот такая вот у меня быстрая уборка. Вот. И сейчас я поеду за своими детьми и заберу их. Точнее заберу только старшего со школы. Младший у меня сейчас в садик уже пошел. Младшего заберу попозже. Как раз приготовлю что-нибудь на ужин покушать. И останется мне вымыть сегодня плиту и раковину после приготовления. То есть после ужина, когда уже буду убирать со стола. Быстренько вымою и все. И в принципе на кухне чисто. У меня всегда так. Я всегда убираюсь вот между делом. Есть там свободное время. Пошла там, это вымыла. Все, побежала куда-то в другое место. Вот так вот, чтобы генералить, это у меня, я не помню, когда я последний раз так делала. Я стараюсь все поддерживать. Вижу где-то грязно, хопс, убрала. Это для меня вот самый лучший вариант. Потому что я меньше трачу времени на уборку. Больше у меня остается времени на что-то другое. И мне кажется, это здорово, это классно. При этом дома чисто. Вот это вот для меня вообще идеально. Знаете, чтобы вот такая флай-леди есть такое. Но там вроде по 30 минут нужно убираться. Так что оставляйте свои комментарии вообще вот по поводу вот этих вот, скажем так, моих фасадов. Не знаю, может быть реально что-то придумать. Я вот... Сейчас подойду сюда. Вот видите, у меня здесь такие ромашки, что-то типа а-ля сирене. А-ля сирене. Вот. И я хотела что-то, какие-то цветочки с другой стороны. Чтобы, ну вот чтобы перекликало, для вас было симпатично. Но я ничего не нашла, реально. Я нигде, правда, не заказывала на интернет-сайтах. Не искала. Ну, в общем, напишите мне. Может быть реально оставить все как есть. Я не знаю. В общем, надо как-то что-то думать. И, кстати, по поводу вот этих вот цветочков. Вот этих всех. Это искусственные цветочки. Вот эти, кстати, я покупала в ленте. И как я... Ну, они же пылятся, да? Как я их... Я их просто мою под водой. Вот они, видите, у меня сейчас мокрые. То есть, если они не забрызганы там жиром и чем-то остальным, просто вот под водой вот эту часть мою. Вот там даже внутри мокрое. И чтобы не было на них пыли. Если на них, допустим, какие-то капельки, там жир какой-то, еще что-то попало, то просто вот губкой и средством для мытья посуды. Прям хорошенечко их мою и ставлю. Они сами у меня вот так вот здесь вот высыхают. Нам, кстати, с мамой очень нравится вот эта наша композиция. Вот. Так что вот так вот. В общем, на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезно и интересно. Напишите также, снимать ли мне вот такие вот быстрые такие уборки по зонам, как вот лично я всегда упираюсь. То есть, я не генералю, это крайне редко у меня бывает. Вот. Напишите, интересно, чтобы я тоже вот в каких-то влогах вам показывала свою такую уборку легкую. Вот. В общем, буду ждать ваших комментариев. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, целую и до новых встреч.